привет мои дорогие зрители добро пожаловать ко мне на канал сегодня хочу показать вам свои покупки которые совершались у меня в разные периоды времени самая большая покупка самая долгожданная у меня которая была в америке и там было очень очень много разных материалов еще не вся ко мне она пришла но сейчас я вам покажу я ждала больше года эти схемы наборы что там мне еще идет еще будет очень долго идти наверное вот как только сразу будет возможность я вам все покажу также что у меня там нитки мандала даже представляете ко мне даже мандала пришла все сейчас я вам подробно покажу мне лишь нужно будет это видео начать потому что если честно я сегодня его собираюсь писать с утра вот уже после обеда у меня то одно то второе меня перебивает и так у меня всегда вот ну давайте уже начинаем значит я в первую очередь хочу выразить благодарность своим зрителям которые советовали мне девочек которые проживают на территории украины которые красы ткани вы сейчас можете перед собой видеть вот такую вот стопку в принципе ткани в такой одинаковой тональности но тем не менее когда их рассматриваешь они друг от друга отличаются мне нужны были разные основы под примитивы что-то я купила было в наличии допустим эту ткань можно использовать для какой-нибудь феечки не знаю что то там еще будет такое вот очень нежная красивая действительно вот такая вот свежая розовая основа она мне чем-то напоминает лепестки роз вот так же тут разные каунты есть 40 каунт есть 36 до меня меньше чем 32 аккаунта нет и разные да действительно у меня тут 40 его много для плам стрит я ну и самый большой кусок у меня для дженет дуглас ткань которую я хотела вначале купить у пик через из вас потому что нашла по ключу это большая большая ткань она 91 на 91 сантиметр но в итоге я заказала чтобы мне ее покрасили потому что пик через из вас ну как и все другие люди которые красят и те кто красят основы знают прекрасно что попасть цвет цвет наверное не так легко что-то тоже бывает выходит у них из продажи не продают уже до те же окрасить или еще что-то и они не могут уже окрашивать именно таким образом хотя все-таки приблизительные оттенки они могут сделать но стоит ткань у которая именно шла по ключу не знаю либо так попалась у дизайнера что ей такой хороший отрезок попался кусок такой где все нитки ярко выраженные то есть я видела отшивы сэмплера letters from am или письма от мамы очень такой глубокий сэмплер как мне кажется и он безумно дорогой в общем я решила что не хочу и над на этой основе которая идет по ключу вышивать потому что когда я увидела в инстаграм у одной из вышивальщиц по моему на русскоговорящая была вышитый сэмплер ну вот простите если вы меня смотрите но мягко говоря очень все так было темно на этой основе и мне вообще не понравилось вот правда не понравилось потому что вот ткань была совершенно другая не такая как на превью поэтому я ушла от этого зеленоватого оттенка ну я показала свете основу которую я принципе хочу говорю плюс-минус мне не обязательно прям один в один главное чтобы мне не было так вот все темно чтобы это все было такое мрачное и я поделюсь вместе с вами тоже на всякий случай контактом если вы ищете себе кто-то чтобы покрасил ваши основы вот так что мне понравилось работы со светой все было очень быстро все было так как я хотела поэтому ткани хорошо также от утюжены оверлочены что немаловажно да вот и одну из основ я подбирала под вот этот вот сэмплер от hands across the sea он ко мне пришел ну вот та посылка которая собиралась больше года уже слова тут очень такие тоже трогательные посвященные родителям и ну не буду уже вам полностью это все переводить когда буду вышивать этот сэмплер тогда уже и займемся и переводами и может быть даже символикой не безумно нравится бордюр в принципе он наверное и сыграл решающий роль также цветы знаете что я люблю цветы вышивки птиц обожаю просто и вот одна из основ будет для этого сэмплера вы видите что они в принципе все подходят по моему это вот она сейчас и есть или это для план стрит не то только план стрит ведь это в общем она там есть но вы видите что они в принципе все будут выигрышным смотреться на этом сэмплере вот если честно я его хотела еще уж и по моему 2016 году то одно то второе как только я увидела сэмплеры эти они тогда были мало известны и даже мыслях у меня не было чтобы я вышивала в dmc а вот сейчас со временем подумала что может быть мне вышить в dmc но потом все-таки решила это мой будет первый сэмплер и уже может быть он не будет и единственным никто не знает у меня столько всего нужно вышить я решила все таки купить шелк по ключу ну когда не знаю я хотела вот-вот заказать ну что-то мне обычно перебивает одно то второе то третье до буду вышивать на сороковом каунте я под него именно 40 каунты хотела потому что но стену уже у меня явно не хватит ни для чего я вначале такая была смело думала и то и другое и но сейчас у меня много работ которые стоят на полу я уже 35 раз вам объясняла причину что мы живем тут-то там все таки я уже как-то образно вижу как я буду сделать я знаю какие дизайны мне нужно вышить для одной из стен и так постепенно постепенно буду работать над другими тоже далее этот что касается тканей и другие все дизайны они у меня куплены и давно просто они у меня были все без основ многие с нитками есть уже мне также еще прислала посылку маша моя маша тебе спасибо еще раз маша вышивала этот дизайн и у нее он прекрасно получился на основе от хантед от пик через из класс я обожаю эту основу я вышивала русалку и вот хантед в принципе подходит по много под многие хэллоуинские сюжеты и давайте поближе вам покажу тут еще даже пуговица мне есть от мел хилл кстати ведьмочка вы знаете вчера мы купили книги даниилю и они такие все разные-разные он взял первую попавшуюся книгу он меня ждал машине вот я почитаю грану иди читай он начал читать книгу про ведьм и не мог оторваться я уже когда пришла в машину верю ну все переставая читать потому что машина трясется и не не хорошо для глаз в общем он прочитал что оказывается шляпа у ведьм вы знаете для чего чтобы скрывать их лысую голову они же все равно парики там наверное одевают не знаю что а почему ведьма одевают перчатки это мне все сын рассказывал не знаю на самом деле ли это просто книга какая-то фантастическая для того чтобы скрывать их длинные ногти в этом столько всяких приколов у меня тут всю дорогу рассказывал я так рада что сыном им понравились эти книги цене на английском языке нам муж купил целую серию автора которые у данииля самый-самый любимый он не карты книги по восемь по девять раз перечитывал уже и мы заказали с amazon эти книги даже муж оформил кичи доставку но она была не такая дорогая как обычно так как они работают вместе с amazon в общем радости было ну я еще буду слушать очень много историй разных вот и что еще у меня маша подарила это вообще просто ну если тут есть среди моих зрителей ланарта маны вы наверное во мурак упадете потому что это леди с бухгатти или я не увидела тут название этого набора но это рта совместно с ланарты я так помню что это было чисто ланарты разработка но наверное что-то они делали вместе тоже я об этом не знаю но давно давно я мечтала об этом сюжете я знаю что элен элегант вышивала ее на на вышивала по схеме где-то увидела наверное вот и я так в принципе сравнивала разные фотографии разные обработки плюс-минус по-разному выглядит но этот дизайн конечно один из самых топовых уланарты и я буду туда заменять основу ну вот нитки схемы для меня это самое главное маша я тебе просто передать ему я она мы не обговаривали этот набор это был сюрприз и я потом еще очень долго отходила как бы я уже крест поставила тоже думала буду по схеме вышивать но знаете как вышивать по набору это совсем другое ощущение совсем другое чувство так что-то мне еще маша вот у меня все тут все в купе а вот еще одну вот такую вот мадам она мне подарила в коллекцию сара мун вот такая вот женщина тоже я ее не видела вообще абсолютно нигде не в продаже и тут лен что очень классно не видела не отшиты но я наверное просто не искала еще отшитую сара мун смайл улыбка серия романтик это тоже значит такой если я не видела значит он такой мега редкий набор вроде бы как то что подарила мне маша и все нет не все держит передо мной и и мандала остатки и и мандал от марокканской мандалы я вам сейчас покажу что осталось от нее мне в принципе там подкупить очень очень мало нужно но нужно разные оттенки динки да из глорианы это керен ватер лилис они у меня есть очень много шарк бэй в общем я смогу это все заказать вот по моему этот у меня оттенок есть мид на этот глориана вот rainbow гэллери и это тоже глориана такой красивый оттенок вот сейчас я вам пакете показываю вы это не можете видеть посмотрите какая прелесть я не буду каждую ниточку доставать вам из пакета я уже когда буду вышивать эту мандалу она мне будет 2 потому что первая у меня будет у которой я купила вот еще какие-то нитки в общем тут очень очень много всего пооставалось что в принципе классно мне всего лишь несколько недочек нужно будет купить ну и заказать конечно же битпэк потому что тут остались бисеринки ну их маловато вот так что порадовала меня моя дорогая подруга это всегда приятно то ли соседи опять начали ремонт они у нас постоянно по моему в нему живут ладно надеюсь что вам не сильно слышно но если слышно то потерпите пожалуйста так это такой болт от justin который у меня был ухо чушках я его тоже купила не помню даже уже когда но самое главное что тут есть лен по ключу который уже не производит по моему пик через класс и три нитки от джентль арт грейб лиф вот ну тоже не буду доставать вам из пакета так это будет долго и сегодня в принципе не обзор каждой схемы только лишь я вам показываю все планирую в следующем году однозначно после после мэри фифтин вы знаете я вначале просто влюбилась в этот балл шар по-русски да и потом уже мэри фифтин ну так как там были пины то мэри фифтин у меня был на первом месте а этот уже отошел на второе но он реально классный я даже думала там цены такие были ну просто безумные на ebay одно время я думала заменить эти пуговицы можно что-то подобрать сейчас такое количество такой выбор всего-всего что думаю зачем я буду переплачивать такие огромные суммы тем более джазнен сейчас тоже наверное посмотрев на других производителей стала перепускать кое-какие свои дизайны с небольшими изменениями или просто перевыпуск делать и думаю нет однозначно я не буду тратиться на эти дорогущие просто схемы на ebay за какие-то шесть пуговиц только платить этом даже в интернете нашла еще и лучше но попалась мне эта схема еще и с тканью и по очень очень классной цене я схватила просто даже ну даже не думала ни секунды обычно вот последнее время я что-то додумаю так что да еще у меня вот такая вот схема от примите в х это улитка многие и вышивали она небольшая и это мне тоже подружка отдала остатки вместе с этим она вообще малюхонько малюхонько посмотрите какие классные джентл арт просто оттенки я настолько не любила раньше теники когда только впервые начала вышивать ими ругалась они мне вообще не нравились но вы знаете их переходы они чудесные просто чудесные и в принципе потом когда уже приноровилась ими вышивать уже в принципе не так уж и плохо но в начале я вот просто не могла ими вышивать вот так что это будет для моей улиточки какая-то между большими процессами будет мой старт вот еще такой вот great expectations от джесны но много вышивали и вот юля шевчук тоже вышивала ее и мне так хотелось эту схему после того как я увидела одна из американок вышила ее пока она в instagram очень много у нее видео именно мне бы хотелось чтобы она и фото также показывала потому что на видео рассмотреть бывает никакой детали не так удобно и до купила я потом оказывается я купила еще один раз эту схему но как только ко мне эта посылка пришла через какое-то время я все-таки продала еще вот дубликат но не знаю как можно было купить две наверное так я хотела так я еще думала третий раз купить вы представляете потому что у меня уже все из памяти выходит хорошо что есть история на ebay где видно что ты покупал но так как покупки не все совершаю на ebay то контролировать это немного тяжело становится вот так куда я никогда не думала что нужно будет вести какой-то учет мои запасы думала что все у меня в голове но забывается очень много разных других вещей в жизни и так что нужно я уже рассортировала у меня все джесна так как эта посылка была не у меня и я не могла посмотреть у себя если у меня эта схема или нет иногда бывает просто такие смешные цены что не успеваешь подумать вот теперь у меня отдельный бокс вместе со схемой там джеснен отдельно у меня схемы миробилия и мне очень легко ориентироваться в моих запасах где что и как следующая схема у меня christmas elegance и к ней еще так по моему я вам не показывала эту схему девочки если я показывала что то тут у меня уже напутано я чувствую основа есть и набор не так нитки шелковые вот тут они у меня такой вот коробочки так обожаю вот эти вот коробочки вместе с этими шелковыми ниточками просто не представляете насколько я люблю все эти вот вещи ну то что у меня скомплектована в первую очередь будет вышиваться конечно же есть дизайны которые я хочу вышить перед ними но так как там нужно докупать что-то я не хочу вкладываться в последнее время очень много на вышивку трачу я вам об этом говорила вот но эти покупки опять таки и были совершены девочки до до того как я себе сказала что я уже все торможу но знаю что навряд ли я буду сдерживаться так чтобы по-честному да тем не менее нужно как-то и вышивать уже что вышивать у меня сейчас большие процессы идут не знаю насколько меня хватит хочется каких-то малявок вышивать и куда разнообразие ну ладно то уже мы оставим на другие дни будем рассуждать другие дни так следующее что у меня тоже по-моему вам не показывала сама in the sky in the sky это сезонный такой вот примитив чик он это у меня лето есть еще другие сезоны но мне бы хотелось конечно их все тут есть поближе посмотреться тут пчелка летают до пчелка такая пуговица интересная вот не буду я собирать прям все сезоны если будет хорошая цена я куплю если будет возможность это сделать потому что если нет то я мне бы выше то что у меня есть сейчас потому что я знаю свою тягу коллекционированию так следующее что-то мне захотелось наверно это центр но так он мне вы знаете сейчас но мне бы выше то что у меня на первую очередь он явно не в первых рядах может быть я бы его и продала он не вообще абсолютно недорогой и мне даже подарок сделали к этому сэмплеру вот такой вот хардангер мне подруга говорит что не продавай вот эту вот схему тут легко будет тебе научиться разным стежкам если поближе присмотреться видите это очень красиво могла бы быть салфетка но в картину вряд ли я бы я оформляла уже стен нет вот так что и эту эту я бы могла продать за очень но дешево за сколько я купила за только могу и продать так следующее что у меня это без корнюшка а довольно такие популярная как-то она была знаете пропала из продажи я перепугалась и думала что все уже но эту я последнюю решила уже купить но когда увидела что ее нет нигде срочно нужно было купить так бы я ее купила тут в украине накупил на ebay лорал 15 вот очень интересные пуговицы которые тоже в принципе можно заменить но тут придется красить ткань и я под нее хочу заказать ткань покрасить вот реально вот классная классная без корнюха она мне очень нравится на нисколько не хуже других которых нет у меня сейчас вам показать но они у меня есть так следующее мне приходили две посылки из американского магазина и тут различные примитивы которые в принципе я уже после показа могу собирать какую-то посылочку я сейчас вот будут там нитки какие-то подбирать какие-то вот вещи которые мне не нужны отправлять управлять нуждающимся вот потому что это я точно вышивать не буду но вот правду скажу от чистого сердца мне очень нравится просто мне бы выше то что у меня есть ну в принципе так с магазином и договаривались что они мне будут присылать на обзор схемы вот я их буду показывать на своем канале а потом либо разыгрывать между своими зрителями но может быть что-то пойдет и моим зрителям что-то может быть и пойдет у меня может быть детские дома ли еще куда-то вот что мы потом сможем решим там еще нас одежды много вот так что и вышивка тоже вы знаете вот для начинающих вот девочек да совсем таких вот молоденьким молоденьким было бы очень легко вышить и мило так красиво но оформление тут безумно классно посмотрите вот настолько они продумано все это и фотографируют и преподносят ну почему бы не заменить обычное паспорту вот такими вот пинки помидо до пинки получается кружева и сзади 2 еще подложки такие классные просто и вот еще пчелка вот они вдвоем бы классно смотрелись тоже так знаете оформлены похоже мне мне очень очень нравится вот это хэллоуинская такая серия они могут вышиваться и по отдельности могут и на одном на одной основе вышиваться будут видите все контакты все их имейлы даже номера телефонов вдруг кому-то понравится а вот вообще классный это виде марки сделан такой вот пугало я его называю красивый я счет последнее время на эти тыквы западаю не знаю почему я слышала у американок что к хэллоуину нужно готовиться круглый год я когда-то показывала видео и кто-то мне из моих подписчиков написал что они что в феврале вышивают хэллоуин одна женщина сказала что хэллоуину нужно готовиться круглый год я с ней полностью согласна потому что как классно потом иметь у себя вот такую вот коллекцию конечно же она не выщрится за один раз но вот так сезонно менять украшение декорации в своем доме поверьте это так классно это так повышает настроение ну это только знаете поймут меня тех такие же как и я потому что я вот смотрю постоянно вышивальщиц как они у себя там меняют к хэллоуину готовится потом новый год потом весна потом лето ну классно скажите и вот такая вот еще тоже схема от них пришла с юбайро вышиваем шьем по рядам или что как можно это еще сказать перевести ножницы ну тут все 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 тоже такое ну примитивное вы знаете научиться вышивать это вот просто необходимо вот иметь такие простые схемки для тех кто вообще хочет понять нужна ли вам вышивка вашей жизни интересно вам не интересно вот такое что-то маленькое выше даже можно что-то отдельно по рядам вот вышить и где-то может быть использовать эти элементы не обязательно такой же сэмплер вышивать ну классно я считаю что такой вот полу квилтинговый сэмплер вот далее что ко мне пришла посылка из москвы и мне ее отправила наша юля шнитка юль спасибо тебе еще раз за помощь в покупке моего стула который я хотела давным-давно и не также спасибо еще жене алферовой которая мне сказала где можно его купить потому что я его увидела у кнопки он у нее вышитый и вот этот стул если вы помните я в турецком магазине когда была в стамбуле я говорила что хочу этот стул и что по моему я же туда его купила в августе купила вот но получила совсем недавно наша почта в принципе работает сейчас неплохо но из европы идут очень плохо посылки вот такой вот стульчик ван гога и у меня это уже третья покупка серии национальной галереи дмс компании дмс они разрабатывают и разработали схемы которые по картинам которые висят национальной галереи еще раз это ван гог и это же это стул ван гога там есть предыстория очень интересное видео я она записала и ну я на конечно все видео шедевральные я постараюсь оставить ссылочку на это видео поэтому посмотрите вдохновитесь и узнайте много для себя нового потому что это этот стул со своей историей как всегда у ван гога и также юрия мне отдала вот такую вот схему от плам стрит в принципе принципе вот эти вот мои ткани они тоже могут подойти к этому дизайну потому что я говорила несколько тут у меня свободных отрезков и я и так уже имею несколько схем от плам стрит которые мне юля подарила и я хочу все-таки следующем году начинать их вышивать они не такие большие и мне либо вышивать мой дименшинс либо какой-то примитивчик конечно выбор пойдет у меня в сторону примитива и я буду потихоньку потихоньку все-таки вышивать мне хочется разнообразия я несмотря на то что что-то коллекционирую вышивки все равно люблю как-то это с чем-то разбавлять чтобы было настроение вышивать свои серии свои какие-то коллекции этот сэмплер был уже наверное скоро увидите у юли на канале и надеюсь тут тоже такое маленькое кресло есть вы видите вообще обожаю сэмплеры где есть стулья есть еще red chair сэмплер тоже классный и когда-то тоже я его куплю и вышью вот ну вначале нужно потихоньку вы знаете мне настолько прямо и много вот таких вот примитивных сюжетов потому что они вышиваются намного быстрее чем дим то есть я могу иметь стопку примитивов и могу иметь два дима набора я их вышлю одновременно просто у меня проблема либо не так нет либо ткани нет либо есть все схема нет ну вообще постепенно потихоньку я все покупаю вот еще немножко осталось две есть иконы у меня на одну из которых я сделаю обзор и покажу вам и и в своей вышивальной на неделе недели а это набор атея кувернер просто еще номер а вот он 478 тут тоже своя история тут по-моему эта икона уже не с нами поможет они потеряли 1200 каком-то году или если я не путаю с другой иконой ребят у меня сейчас вот вот скоро скоро закончится закончу вышивать я икону владимирскую и я сразу же приступаю к другой иконе я пока что еще основательно такой кончательный выбор не сделала вот но то что у меня всегда будет процессе икона это однозначно мне они нравятся мне нравится разработка мне нравится что это вышивка глубокая что тут специальное настроение нужно для этого не всем они нравятся конечно эти вышивки икон кто-то либо любит либо не очень либо вообще не любит но как всегда но в наверное более такой узкий круг вышивальщиц кто вообще когда-то вышивают иконы я нормально к этому отношусь для меня это в первую очередь произведение искусства ну потом уже все остальное хотя поверьте мне эти вещи с ними не стоит играться и вот у меня недавно была такая история он не знаю рассказывать и на канале или нет я по глупости своей загадала одно желание я его не очень правильно загадала девочки у меня нам буквально в течение двух дней исполнилось но исполнилось она у меня с небольшими последствиями такими и как-нибудь потом расскажу наверное когда буду показывать уже свою икону вот мне многие спрашивают как загадывать желание как загадывать желание на этих вещах лучше вот но не шутить продумывать и лучше всего загадывать но я не материально загадывала лучше что такое вот загадывать здоровье либо радость какой-то жизни либо кто-то друзей может быть хочет да вот если вы хотите вообще что-то захватывать я думаю что вышивая икону и медитируя но может даже не медитирую неправильно это сказано молясь о чем-то это ну как бы самое лучшее чтобы прося помощи и вышивая но для этого нужно на специальное настроение вот я не думаю что так вот вышить захлеб может каждый тем более такие вот иконы очень мало наверное вышивальщицы которые это делают хотя кто его знает я вам могу ошибаться ну вот я сужу по себе что такие вещи интересно вышивать с другими дизайнами они тогда более осознанно вышиваются и интересно ну вообще ты такой производитель вы знаете на да может быть кому то кажется что она прогоны делает но эти прогоны когда видишь в живую они не сравнимы ни с какими другими прогонами следующее мне магазин вложил вот какой-то такой бесплатный каталог брошюрку такую вот тоже очень довольно таки интересные дизайн от dmc такие вы знаете что-то на плотенечко можно вышить и они все я так поняла с использованием этих вот ниток новых и туаль или я не знаю как по-французски читать посмотрите какая прелесть да просто чудо всегда обращаю внимание на какие-то вот такие вот прикладные вещи с такими маленькими вышивками они быстро вышиваются но они смотрятся очень классно так и что у меня еще осталось так магниты остались и мандала две секундочки девочки подождите две секундочки я почти почти готова что-то у меня опять время убегает я как всегда рассчитывала одно количество времени получилось другое я вам сейчас немного рассоединю магниты потому что они скрипаются так последний магнит я покупала если не ошибаюсь если не ошибаюсь феврале месяце вот но их не так много как других где-то еще коробочка да вот коробочка секунду так я вам сейчас их выкладываю что вы смотрите на них а я бегу за коробочкой почему-то мне кажется что показывала но нет теперь я точно знаю что нет вот такая вот коробочка вместе с этим цветочком идут в паре и ну надо сказать что я да уже окончательно завязала с ким магнитами но время от времени мне хочется один магнитик там допустим 1 полгода может быть буду покупать если получится их сейчас еще и купить невозможно вот далее вот такой вот очень хотела но просто безумно хотела не этот магнит и девочки да у меня уже их тоже некуда складывать поэтому еще одна из причин посмотрите на крылья вот но ким она не превзойденная я еще не знаю такую мастерицу которая делает лучше магниты именно в такой тематике чем она каждый магнит это какое-то вот просто ну не произведение искусство но долго за души захватывающее зрелище вот какой красивый посмотрите новогодний красавец да раньше я покупала больше магнитов но они у меня все есть все они меня радуют и хочется еще еще но девочки уже нужно как-то останавливаться потому что что с ними потом делать солить и хочется я вам передать не могу насколько мне вот как только я завязываю с ними я тоже несколько раз пыталась сделать и все равно хочется ну время от времени надо себя баловать и магнитиком потому что сейчас конечно она настолько цены повысила что один дешевле купить чем магниты вот какой красотулька есть такая схема похожая на эти меня подружка вышла вместе с этим чудиком будет оформлять вот такой вот корешок он прикольный и еще совсем немного у меня вот таких магнитиков вот они вот они такое вот озеро понт по-английски понтик сюда вставляется иголочка но я не вставляю мне для меня магнит таким слабая правда слабая они для меня магнит это прежде всего что не только держатели схемы но еще держатель моих булав он иголок а у меня их до тысячи ну не тысячи десятки и они но не держат иголки так как другие магниты и вот посмотрите тоже такое страшко-страшку но вот чем-то понравился мне была возможность такие как будто найти как перья у него такой хэллоуинский сюжет но сюжета магнит вот это все что было у меня от ким и вот у меня еще несколько магнитиков от нашей украинской девочки и но я не могу именно любоваться тоже они по-своему классные это совсем такой стиль звезда но потому что вы знаете что я люблю морские сюжеты у меня на самом деле три тыковки я покажу одна в работе уже сердечко такой пряничная это мне в подарок я так поняла что было вот я уже не первый раз заказываю магниты сейчас вам покажу так вот у меня еще но вот видите тут намного лучше держит это вот магниты вот так вот вот еще одна тыковка то более темная если сравнивать видите у меня сейчас искусственный цвет и это то ли осьминожка ну да какой-то осьминожка единственное что мне не нравится в этих магнитах это задник так это я прикрепила чтобы держалась эта кошка она самая крепкая вот такие вот задники два варианта они меняются потому что мне кажется постоянно зацепляется за нее нить мне нужно гладкая какая-то поверхность но эти магниты я потом распарю когда куплю скажите где можно купить вот эти вот сильные магниты нефритовые по-моему они называются чтобы я их использовала ради задника а вот эти вот тоже пимпочки можно использовать у меня много много дизайнов которые я всегда люблю использовать по два магнита для крепости чтобы мне держала схему и второе чтобы держала иголки ну и схему с двух сторон я люблю закреплять все это я закрываю сейчас она все послепается все это у меня в коробочке будет храниться ну по каким-то тематикам я буду доставать ту или иную тот или на магнит и чтобы показать вам мою следующую мандалу мне понадобится мой компьютер потому что я не знаю можно ли будет вставлять фотографии так открывайся в общем мандала которую я выбрала называется драгон флэй драгон флэйс мандала чуть не сказал драгон флэйс вот такая вот мандала так не знаю увеличится она или нет но открывайся ну нет ну в общем я знаю что любители мандал они поймут что это за сюжет он понравился и мне и моему мужу и скорее всего что я буду вышивать на темной основе потому что я вначале думала вышивать на какой-то сиреневой основе но там пропадает потом вот этот вот цветок него будет плохо видно сейчас вам показываю вот этот цветок его будет плохо видно мне бы хотелось чтобы все 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 уделялась на черный как-то мне не очень что-то вот такое темное темное будет для этой мандалы несмотря на то что она довольно таки популярная я не вижу так уж много и отшивов вот и это будет моя первая мандала девочки не знаю когда я ее буду вышивать я хочу посвятить ей много времени для этого нужно более серьезно ей заняться мне будет я сейчас так бегло покажу составляющие этой мандалы мне там еще пару ниточек не хватает их должны дослать но так в принципе все у меня есть кроме основы вот тут разные нитки все по ключу единственное что не по ключу это вот это вот сердечко вместе с кубиками они тут и вина по линиям то есть они более блестящие ну так грубо говоря чтобы понятно было да вот но они по моему уже все не производится что-то можно найти для замены но это меня вообще как-то знаете не волнует что будет то и пришью я не настолько там такая щепетирная в этом вопросе мне главное вышить эту мандалу вот название еще раз поближе для тех кто хочет понять очень много таких вот красивых вещей она не супер дорогая но тоже не дешево если вот мандала есть и два раза дороже все зависит от не так от кристаллов глорианы дорогущие сейчас это вот ниточки которые будут использоваться шелковые вот они эти какие красивые оттенки я вот балдею темно-синих цветов это мы такие одни из любимых вышивки есть и тут силкен колорс по моему динки дайс кэрон галлориана нет силкен колорс нет клориана но галлориана конечно вот самая такая она самая для меня красивая и мягкая ой какие они все мягенькие вот что еще трежер брейд тут его тоже очень много и и сил кламм и основу еще раз повторюсь у меня нет нужно не поделилась какую я буду под нее заказывать и мне дешевле в украине это все дело купить вот такие вот смотрите красота как она вот вам при стяжке вот и сил кламм и я так понимаю что это шелк с блестящими нитками такими люксовыми вот я ими уже вышивала всеми ниточками всеми всеми уже вышивала вот такие вот красивые так что быстрый такой у меня обзор мандалы ну а что показывать нитки до кристаллы их уже 200 раз видела вы знаете я думала что когда мне будет первым уголовая потом прыгать до потолка конечно это ощущение такое классное что у меня есть мандала теперь для полного счастья и и не хватало конечно же не так кавычках то говорю ну хочется что то конечно мне много чего нравится мартины но я понимаю что это можно купить любой момент и вышить одну а потом уже заниматься вторым так получилось что мне машенька подарила остатки от своей мандалы так что с большой вероятностью будет ее мандала следующее я так много тут шелестеть стала но пакеты пакеты мне всегда и хочется закрыть убрать так еще что я вам хотела показать это вот такая вот шкатулочка многие под нее джазнен вышивать меня видите хлама всякого вот и я хочу убрать вот эту вот вышивку убрать вот это вот какую-то пластиковая это основа если это будет возможность и хранить тут какие-то свои безделушки вот ну не магниты конечно вот она классная классная но она была куплена на ebay кое-где тут такие потертости есть они разных размеров существуют вот но если что-то выше даже джазненовская такая маленькая может быть даже на сороковом каунте мне будет остатки будет вообще класс 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 и еще у меня девочки уже со всех сторон бегает туда-сюда я вам по-моему не показывала магниты но у меня вот есть такая вот кружка даши я заказывала у нее так как я любитель русалочек я решила себе поднять настроение я еще ничего не пила с этой чашки скажу вам честно сюда что-то всегда вставляю вставляю но вот когда только я наведу порядок буду возможно напить какой-нибудь чай такой знаете я люблю дровяные чай я много кофе пью чая я чай вообще не пью и так мы тут уже какой-то лепесток я рвала букет чашка стояла рядом но она классная я просто не могу и нарадоваться и согласитесь это довольно таки уникальная такая она потому что ну редко когда встретишься чашку с русалкой вот у меня дома везде русалки чашки с русалками как мне даниэль сказал какое-то царство русалок развела тут но он у меня такое уже тут может ответить ну все мои дорогие это было все пока что что-то ко мне будет идти еще еще будут идти наборы которые да я уже покупала но это вот была часть одной посылки которая должна была ко мне приехать с девочкой ко мне сюда в украину но так как случился у нас такой вид да и привезти на все не смогла мы организовали с горем пополам вот эту вот доставку и тоже если обычная почта это все отправлять довольно таки тяжелая посылка больше трех килограмм попали бы на очень большую такую сумму доставки я потом ну мне дешевле было бы это все купить уже тут ну что-то из да как там и магниты были так еще ножницы сажу вам не показала ну ладно как-нибудь другой паспорт покупки вам покажу вот в принципе все 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 мне нужно закругляться монтировать видео чтобы вы его посмотрели сегодня так я буду с вами прощаться всем пока девчонки еще хотела показать вам одну интересную вещь это такая коробка органайзер я ее покупала в подарок и в принципе сегодня уже пойдет правлю просто хотела с вами поделиться интересная вещь это органайзер очень удобная штука тут крепление есть для магнитах для телефона или для ipad или что у вас там подставка какая то как же накрепится а вот есть тут на обратной стороне почему в принципе я решила приобрести эту коробку мне понравилась идея с вот таким вот органайзером сюда можно парковать ниточки а сюда бабинки с демс или что у вас там с нитками вот а сюда иголки и вот очень интересно что тут все понумеровано уже цифровой метод когда кому удобный использовать я не знаю сейчас конкретно каким образом ставится эта подставка но я попробую вам тут такая идея что так скорее всего что вот так вот как то в общем не буду на этом заострять свое внимание но все крепится так стабильно чтобы не упала кажется что как-то она так это я делала в общем не помню ладно не ругайте меня за то что я не подготовлена к этому отношусь как-то я не задавалась вопросом но я вижу фотографии там легко все понять как это все крепится в общем суть в в том что у вас так вот стоит телефон либо ipad мне кажется что это удобная вещь сделана фанера наверное еще пахнет лаком покрытая вот такая вот коробка в принципе нелегкая упаковки бумага осталось томодирую тоже пронумеровано еще все бобинки но я думаю что вы должны пронумеровать еще раз будете вот так что возможно кому-то понравится заказывала в группе facebook даже сейчас не вспомню у кого просто вот и она красивая снаружи там разные органайзеры есть попроще они называются все по-своему вот так что возьмите на заметку если вдруг вам интересно